Далее переходим к обсуждению ситуации на фронте с нашим гостем Сергей Горобский, военный эксперт уже с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Говорили, когда анонсировали на август контрнаступление, когда говорили официальные лица об этом, когда говорили об этом военные эксперты, все как-то на это все смотрели с надеждой, с таким вот этим желанием, чтобы все было хорошо, чтобы все было победой. Давайте по прогнозам немножечко. Не будем сейчас акцентировать внимание, то, что уже сказал Денис, и то, что сейчас говорят в Генеральном штабе вооруженные силы Украины. Мы не можем сейчас детализировать по этому контрнаступлению, но мы можем сейчас говорить, исходя из тех прогнозов, которые были до конца года. Также озвучивало руководство Генштаба, также озвучивались предположения и министра обороны, и что до конца года ход военный, ход войны, ход войны кардинально изменится, и могут закончиться активные боевые действия. Что вы по этому поводу думаете? Вы знаете, трудно сказать, насколько закончатся активные боевые действия, потому что, грубо говоря, потенциал у противника еще есть, и мы видим, что в ближайшее время не только на юге, но и на востоке такие активные действия будут продолжаться. Может ли ситуация измениться? Имеется ли к этому тенденция? Да, безусловно, есть, потому что уже на сегодняшний день мы можем говорить об определенном паритете сил и средств. То есть противник, несмотря на количественное превосходство в вооружении, в технике, он не имеет той мотивации. Он имеет большие проблемы со снабжением, он имеет большие проблемы с личным составом, то есть, в общем-то, недостаточно личного состава вследствие серьезных потерь. Поэтому с осторожным оптимизмом можно говорить о том, что ситуация может измениться на линии фронта как минимум. Мы можем говорить о том, что активных и широкомасштабных наступательных действий уже не предвидится. То есть достигнут такой уровень баланса, я бы сказал, паритета, когда стороны не способны будут вести широкомасштабные наступательные действия в первую очередь. Это может немножко разочаровать наших слушателей с украинской стороны, но нужно понимать, против какой армии стоят украинские силы обороны, и добиться такого результата – это уже очень большой успех. То есть в дальнейшем нужно понимать, что помощь Украине, поддержка Украине, обеспечение вооружением и боевой техники будет только нарастать, и этому имеется множество свидетельств. А российская армия, она как бы все уменьшает и уменьшает свою ресурсную базу. Это касается и личного состава, это касается и вооружения, и боевой техники, и запасов. То есть уже сегодня мы говорим о том, что нет той интенсивности обстрелов. То есть я понимаю, что это все очень относительно, и даже один снаряд – это уже очень опасно. Но все равно статистика и анализ говорят о том, что такой интенсивности обстрелов уже нет. Уже нет наступательных действий силами от батальонных тактических групп и выше, а есть отдельные попытки наступления в составе ротных тактических групп и даже отдельных взводов. Вот, собственно, так можно и описать ситуацию, которая имеет место, и, скорее всего, она будет сохраняться на ближайшие несколько месяцев. Этот паритет может быть сломлен контрнаступательными действиями вооруженной силы Украины на юге Украины. Об этом как раз говорят ваши коллеги-эксперты. Ну, уничтожение не всех 25 тысяч российских военных, которые сейчас по правой берег Днепра, но части хотя бы, это же огромный аспект деморализации для российских войск, которых про деморализацию говорят уже очень давно. Ну, деморализация – это, знаете, такая постоянная беда российской армии. Она наблюдалась всегда во всех войнах. То есть ничего удивительного нового мы не видим. Что касается изменения ситуации на юге, да, безусловно, и подчеркиваю, именно поэтому мы сейчас находимся на пороге, я бы сказал, или являемся такими зрителями, или даже косвенно участниками таких событий, которые могут серьезно изменить ситуацию на поле боя. То есть, не вдаваясь в подробности, нужно просто понимать, с выходом на правый берег Днепра в районе Херсона и вдоль всего берега украинская армия, фактически, действия украинской армии могут быть описаны как принцип домино. То есть российская армия уже никогда не сможет переправиться на правый берег Днепра, а украинская армия получает очень серьезные возможности и улучшенные позиции, с которых можно будет наносить удары уже вглубь боевых порядков и территорий пока временного оккупированного Крыма и Херсонской области на левом берегу Днепра, что очень серьезно может осложнить выполнение боевых задач российскими оккупационными войсками в районе Херсонской и Запорожской области уже на левом берегу Днепра, потому что выходы из Крыма будут перекрыты. И таким образом, если применить такую фразу как принцип домино, то оборона противника просто сложится. А если мы говорим о том, что противник, потеряв пролаздарм на правом берегу, просто провалит свою стратегическую задачу, а именно провалив район Николаева, Одессы, с выходом на Приднестровье и Молдовы, то фактически это будет некой катастрофой для России, потому что фактически все, для чего она вела эту войну, начинала эту войну, она потеряет. То есть фактически мы вернемся в состояние, которое было на 23 февраля 2022 года, и естественно говорить о том, что Россия достигнет какой-то победы в этой войне, уже будет бессмысленно. Это было понятно уже 2 марта этого года, но тем не менее мы просто наблюдаем последовательность выполнения этих задач на сегодняшний день. Поэтому да, ситуация на юге в случае успешных действий украинских войск может кардинально изменить ситуацию на линии фронта. На юге, о той ресурсной базе, которую вы озвучиваете сейчас, о тех раскладах сил, которые есть у российской армии, и еще в контексте уничтоженных складов боеприпасов российской армии, уничтоженных вооруженными силами Украины. Где сейчас силы, где сейчас склады наиболее сосредоточены на территории временно оккупированной Украины, и какая база сейчас там находится, насколько это вооружение сильное для российской армии? Ну, вы знаете, очень трудно перечислять все пункты, в которых находятся эти склады, потому что существует такое понятие в оперативном искусстве, как эшелонирование боевых запасов и материальных средств. Но в данном случае мы говорим, конечно же, о сосредоточении по направлениям, о которых мы вспоминали неоднократно. Это районы Херсона, мы говорим о районе Береслава, который является достаточно серьезным узлом обороны, уже можно говорить, противника. Мы говорим о районе Мелитополя, который является большим транспортным узлом, и, соответственно, в районе Мелитополя сосредоточены достаточно серьезные ресурсы российской армии. Мы говорим о Джанкое, это Крым, тоже крупная узловая станция, в районе которой сосредоточены достаточно серьезные средства российской армии. И также о десятках складов, которые располагаются как на левом, так и на правом берегу. Я хотел бы обратить внимание еще на одну очень важную особенность, последнего отчета оперативного командования ЮГ. В первой строчке было указано 13 командных пунктов. То есть разрушение системы командных пунктов свидетельствует о том, что Украина провела очень серьезную разведывательную работу и сейчас просто разрушает всю систему управления противника на южном направлении, что точно так же может свидетельствовать, наряду с уничтожением складов, может свидетельствовать о проведении активных контрнаступательных действий. Просто это не вкладывается в то, что вы говорите, и то, что пишут официальные представители генерального штаба, оперативных командований на разных направлениях. Как же ПВО? Как же российское ПВО, которое чуть ли не лучшее в мире, ПВО, которое сейчас россияне перенастраивают, и многое другое. Почему оно не защищает те склады, те командные пункты, в которых находятся офицеры, я так понимаю, офицерский состав, который управляет направлениями, по которым российские войска атакуют. Почему эта российская армия не защищает своих офицеров? Офицеры, извините меня, причем умные офицеры, которые знают, ну не мне вам рассказывать, умные офицеры, которые знают, что делать, это на цену золота, тем более в нынешней российской армии, которая, мы про деморализацию говорили, которая недовольна Шойгу, которая недовольна Генштабом, которая не всегда профессионально действует и многое другое. Почему хваленое ПВО российской армии не защищает своих офицеров? Понимаете, в чем дело? Противозвращенная система, которая создавалась, и которая имеется на вооружении российской армии, это система, которая создавалась еще в советские времена, и она в принципе, ну простите, не умеет воевать с теми силами и средствами, которые сейчас находятся на вооружении украинской армии. Это знаете, это примерно, если так говорить нашим современным языком, как говорят мои дети, антивирус видит только те вирусы, против которых он создавался, но существуют и другие вирусы. В данном случае Хаймарс является тем самым вирусом, который не видит антивирусная система российской противовоздушной обороны, и она не имеет возможности с ними бороться, потому что это системы залпового огня, они наносят массированный точечный удар, а система противовоздушной обороны, простите, была заточена против летательных аппаратов и уничтожения целей на большой высоте. То есть, поэтому говорить о том, что противовоздушная оборона России эффективна против современных средств поражения, которые состоят на вооружении украинской армии, не приходится, она их просто не может удержать, и здесь, знаете, россиянам был бы смысл обращаться, наверное, к Израилю с предоставлением им так называемого железного купола, который мог бы частично помочь в этом деле, но уже слишком поздно, и поэтому нужно понимать, что у россиян просто нет возможности отбить атаки современных средств вооружения. Это, во-первых, если мы говорим о Хаймарсах, и если мы говорим о высокоточных активно-реактивных снарядах, то никакая ракета, никакая стрела не может перехватить активно-реактивный снаряд, на который запущен за расстояние 60 километров. Звучала информация о том, что главу Министерства обороны России Сергея Шойгу, вероятно, отстранили от управления российскими войсками в Украине из-за проблем, с которыми они сталкиваются в войне. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные независимых российских СМИ. По информации разведки о ходе боевых действий Путина информируют оперативные командиры. Давайте услышим. Российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку прогресс России застопорился. Шойгу долгое время пытался избавиться от репутации человека, не имеющего весомого военного опыта, поскольку большую часть карьеры он провел в строительном секторе и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Из сообщений Министерства обороны Великобритании. Российский... Результат за три дня не показали, результат за полгода, по сути, даже не показали. Что думаете по этой информации? Ну, вы знаете, у меня, в общем-то, никаких особых мнений по этому нет, потому что давайте будем говорить так. Министр обороны, по сути своей, является завхозом. Он не руководит военными операциями. И, например, мне непонятно, зачем британские средства массовой информации так акцентируют, что военное руководство России докладывает на прямую Путину, а не обязаны ему докладывать, потому что он верховный главнокомандующий. То, что Шойгу занимается какими-то вопросами, не связанными с боевым планированием, это, в общем-то, его работа. И это не большая беда, что он не принимает участие в планировании боевых операций, как бы и не хотелось. Это не задача министра обороны. Поэтому, честно говоря, у меня вызывает улыбку такое сообщение британской прессы. В общем-то, это очевидные вещи, которые не требуют дополнительного объяснения. Он и не должен заниматься планированием боевых операций. Для этого есть генерал Герасимов. Если бы генерала Герасимова отстранили, тогда это была бы уже более интересная информация. А так, Шойгу является тенью Путина в Министерстве обороны. Поэтому он будет выполнять свои задачи до тех пор, пока Путин будет считать необходимым держать его там. Окей, завхоз. Хорошо. Но это человек, чьё ведомство может заниматься в том числе договорами о поставке вооружения в Российскую Федерацию, для российской армии. Ну, по крайней мере, это сравнивают, наверное, с украинскими реалиями. Да, но тем не менее. Тут мы говорили уже о беспилотниках иранских. Шла речь о турецкой помощи, так можно сказать, и многом другом. Получается, Минобороны вместе со своей главой, вот этой Сергеем Кужугетычем, не выполняют одну из главных функций. Снабжение армии Российской Федерации договорами, военной техники и многим другим. Абсолютно. Абсолютно я с вами согласен. И здесь мы видим просто кристаллическую картину вот этой коррупционной сети, которая покрыла Россию на сегодняшний день, и которая свела на нет все попытки, возможные попытки создать какую-то действительно агрессивную наступательную армию. Мы уже видели и фанерную активную броню, мы уже видели и пластмассовые каски, которые разбиваются кулаком. Мы уже видели и бракованные бронежилеты и прочее, прочее, прочее. И именно в этом есть огромная проблема, которая характерна не только для Министерства обороны, но и, в общем-то, для всей российской политической и экономической системы на сегодняшний день. То есть иметь такие колоссальные ресурсы и не сделать ничего для того, чтобы подготовить армию, вооруженные силы и весь силовой сектор к войне, но это надо было постараться. И здесь, в общем-то, вопросы не только к Сергею Кужугетовичу, но это, в общем-то, ко всему политическому режиму Кремля. То есть они довели страну до фактического уничтожения, и они не способны организовать работу по ведению войны. Как я говорил, Россия не готовилась к такой войне, и сейчас уже любые действия, которые она будет предпринимать, это будет просто импровизация и нервная реакция на те угрозы, которые теперь уже вырастают и нарастают, как снежный ком перед российским государством вообще, в том формате, в котором оно существует. Сергей, последний аспект. Буквально коротко прошу вас прокомментировать. Вернемся к началу нашего разговора о паритете между украинскими войсками и российскими войсками. Помните, была информация о указе, которым увеличивается количество российских войск на 130 тысяч, если мне не изменяет память. Тогда эксперты писали о том, что пытается выровняться баланс между количеством техники и количеством попросту живой силы российской армии. А разве при таком подходе вот этот паритет, он не будет, скажем так, уменьшаться в сторону Украины, понятное дело, увеличиться в сторону Украины, уменьшаться в сторону российской армии. Ведь люди, которые прошли уже боевые действия, они будут заменяться людьми, которые пороха не нюхали. Скажу вот так, собственно. Ну и понятное дело, они неэффективны на поле боя, так как люди, которые уже и стреляли с автоматов, и стреляли с артиллерии, и знают примерно, как вести боевые действия. Вы знаете, тут немножко другой аспект в этом вопросе, потому что нужно понимать, что, как я уже говорил, Россия не готовилась к такой войне, и сейчас она пожинает плоды вот этой неготовности, то есть она получила проблемы на других направлениях, это не связано с Украиной. И таким образом она пытается как бы решить двуединую задачу, а именно каким-либо способом восполнить недостаток именно в живой силе, и там не имеет для них значения, обученные они, не обученные, у них оно действует под маркой пушечного мяса, то есть никого не волнует, насколько готова эта живая сила, количеством они хотят задавить, как, впрочем, всегда российская армия это и делала. Ну и плюс восстановить некий такой баланс сил на других направлениях, в частности на Закавказье, в частности в Центральной Азии и в других силах. Поэтому, да, можно говорить о том, что Украина будет наращивать свою ресурсную базу за счет именно увеличения количества техники, потому что мы бережем своих солдат, мы стараемся их сберечь. Российская армия так ничему и не научилась, и поэтому, да, безусловно, баланс сил будет изменяться в сторону именно Украины, и это очевидно. Сергей, говорим огромное вам спасибо, всегда вас рады видеть в нашем информационном марафоне для телеканала «Фридом». Напомню, что Сергей Грабский был с нами на связи, военный эксперт.